В эфире служба новостей Саров-24 в студии Лидия Шулаева. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Корректировка бюджета и изменение зон запрета продажи алкогольной продукции состоялось в заседании городской думы. Подготовка к пожароопасному периоду. В нашем городе прошли учения ПГО и ЧС. Марш парков. Саровчане приняли участие в акции по благоустройству города. Далее расскажем обо всем подробно. Утвердили корректировку бюджета, приняли положение о представительских расходах и внесли изменения в ряд программ и решений. В повестку очередного заседания городской думы вошло 9 вопросов, каждый из которых детально рассматривался на комитетах. Поэтому сессия прошла в достаточно динамичном темпе. Из нововведений, которые уже в ближайшее время ждут горожан, изменения зон запрета продажи алкогольной продукции. Из зоны запрета продажи алкоголя новым решением думы исключены территории, которые прилегают к розничным рынкам и местам массового скопления граждан. А вот вблизи общеобразовательных организаций зону запрета сократят до 60 метров. Ранее это было 75 метров. Это связано прежде всего, что у нас доскольные учреждения, они включены сейчас в группу образовательных организаций. Поэтому и для того, чтобы вот выстроенная структура, инфраструктура потребительского рынка, в частности, касаемо продовольственных товаров, она как бы не осталась вот таким большим изменением. Остальные зоны запрета не изменились. Вокруг медицинских учреждений 40 метров, вокзалов 30 и спортивных сооружений 50. Впрочем, как отметила Мария Степашкина, после утверждения нормативов администрация будет разрабатывать схему границ территорий, где не разрешено продавать алкоголь. И в каждом конкретном случае будут учитываться особенности того или иного объекта. В некоторых случаях зона запрета может быть увеличена на 30% от установленных границ. Лидия Шилаева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Лето 2010 года надолго останется в памяти у жителей нашей страны. Аномальная жара стала причиной лесных пожаров катастрофических размеров. В тушении огня на территории нашего региона было задействовано большое количество служб, вплоть до авиации МЧС России. Работы не прекращались даже ночью. С тех пор, перед началом пожароопасного периода, на всех предприятиях атомной отрасли, которые граничат с лесными массивами или расположены в них, проводится тактика «Специальное учение». В 8.20 утра на пульт поступил сигнал о том, что в районе одной из промышленных площадок ядерного центра начался лесной пожар. Оперативная группа тут же выехала на место, чтобы оценить обстановку и решить, что делать дальше. Главная задача – не дать огню дойти до завода «Авангард». Сегодня выбрали одну из площадок, где у нас, наверное, заметили связь не совсем устойчивая, но и с водоемом здесь плоховато. Вот в этой обстановке мы должны собрать силы средства достаточные. Тактика «Специальное учение» проводится в нашем городе далеко не в первый раз. Одна из главных задач – посмотреть, как происходит взаимодействие между службами, которые помогают в ликвидации чрезвычайной ситуации. А их немало. Добровольные внештатные формирования ядерного центра копают траншеи и убирают зерн, а также помогают сотрудникам ФМБА оказывать медицинскую помощь условным пострадавшим. Сотрудники специальных пожарных частей и военнослужащие ликвидируют очаги условных возгораний. Также впервые на учениях аварийно-технический центр запускает шестимоторный коптер, предназначенный для мониторинга оперативного реагирования на аварии с традиционным и другими факторами опасности. Он управляется в ручном, автоматическом и полуавтоматическом режиме. Чтобы вмешаться в управление или более точно посадить дрон, используют обычный джойстик. В данной комплектации он оснащен гиростабилизированной оптической камерой, которая видит в оптическом диапазоне и теплоизлучающие предметы. В учениях задействовано порядка 500 человек и несколько десятков техники. Автомобили для подачи воды и пожарные. А там, где не пройдет машина, в лесу и на болотистой местности, на помощь придет пожарный танк. На базе какого танка? Т-54 был. Переделанный пожарный. Как работает? Как работает? Очень просто. На нем стоит дополнительно агрегат, волговский двигатель для подачи воды. 13 кубов, взрывается вода в него. Помимо сотрудников различных служб на учениях присутствуют и так называемые наблюдатели. В этот раз посмотреть, как работают наши специалисты, приехали коллеги из Трехгорного. В Сарове опыт большой, он и практический, и здесь силы и средства очень солидные. Пользуется территория повышенным вниманием и руководство горской корпорации «Росатом». Поэтому уровень, конечно, здесь подготовки и проведения учений очень высокий. В ближайшее время итоги учений будут подведены специальной комиссией. Мария Рунечка, Сантин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей. Саров-24. В России стартовала молодежная форумная кампания. Заявить о себе не только на городском, но и на международном уровне может каждый молодой саровчанин. Регистрация на образовательные форумы открыта уже сегодня. В списке главных молодежных событий этого лета такие известные форумы, как «Территория смыслов», «Таврида» и многие другие. Для участия необходимо зарегистрироваться на портале «Молодежь России» и подать заявку. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Срок подачи налоговых деклараций за 2017 год истекает 3 мая. Как сообщили в налоговой службе, отчитаться о доходах должны те, кто получил прибыль от продажи имущества, сдачи квартир, предпринимательской деятельности, выигрыши в алтерее и ряд других категорий граждан. 1 мая в Нижегородской области начнет работать горячая линия по профилактике клещевого энцефалита. Узнать о том, как защититься от клещей, что делать, если вас укусили, и задать другие интересующие вопросы можно по телефону. 8 831 432 29 55. Горячая телефонная линия будет работать до 15 мая. Концерт Валерия Леонтьева, который должен был выступить в Сарове 28 апреля, не состоится. Как сообщили в Саровском норматическом театре, выступление пришлось отменить по независимым от театра причинам. Билеты можно сдать в кассу. Ежегодно осенью и весной в Сарове проходят акции по благоустройству улиц, общественных территорий и зон отдыха горожан. Представители организаций, предприятий и образовательных учреждений очищают город от мусора, сажают деревья, внося тем самым свой вклад в создание привлекательного облика Сарова. Военнослужащие дивизии и ученики школ высадили 52 саженца ивы на берегу пруда Борового. О зеленении города дело без сомнения полезное и позитивное. Но есть одно но. Оказывается, нельзя просто взять и в своем дворе или на своей улице высадить дерево или кустарник. Каждая посадка должна быть согласована с отделом экологии ДГХ. И на это есть свои причины. Для того, чтобы посадить во дворе, нужно спроектировать весь этот двор. Делать парковочные места, делать на хорошие стоянки, сделать обордюривание, поставить мафы, где будут проходить дорожки. Учесть все коммуникации. После этого уже сажать деревья. Поэтому организация коллективной высадки деревьев в канун Дня Победы стала уже доброй традицией в нашем городе. В этом году одним из мест благоустройства стало озеро Боровое. Здесь школьники и военнослужащие Саровской дивизии посадили 52 ивы. Сказали, что это будет Аллея Славы в будущем. В преддверии праздника 9 мая. За честь прийти сюда, почтить память своих дедов, которые воевали за нас, за наше будущее, за будущее наших детей. Поэтому решили прийти сюда и отдать своего рода долг. Ученики школ города с не меньшим энтузиазмом подошли к посадке деревьев. Правда, у них мотивы другие, но не менее высокие. Восьмиклассница Татьяна Бочкова из лицея номер 15, опуская саженец в землю, больше думает о будущем. Потому что потом здесь будут жить мои дети, не знаю, внуки, и им будет хорошо находиться в этом месте, потому что мы его благоустроили. Итоговый вид. Набережную пруда Борового примет еще не скоро. Для того, чтобы деревья дали тени, прохладу летним днем, им необходимо 15 лет ухода и полива. Главное, начало положено. Кирилл Васенин, Владимир Есеников, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24. Кирилл Васенин, Владимир Есеников. С мечтами о большой спортивной карьере здесь не отделаешься. Для того, чтобы совершенствоваться и расти вверх, уже с малых лет нужно учиться гордо носить звание победителя. Ровно как и смотреть вслед сопернику, который занимает высшую ступень пьедестала почета. Младежный центр специализируется на работе с детьми такой категории. И создают по максимуму условия, чтобы ребята могли себя реализовать, стать успешными и получить удовлетворение от того, что они делают. Спортивные секции для ребят с ОВЗ дают уникальную возможность воспитывать не только физические способности, но и необходимые во взрослой жизни волевые качества и силу духа. В открытых городских состязаниях приняли участие команды из школ и спортивных секций. Спортсмены плыли дистанцию 50 метров различными стилями. Вода очень благоприятно воздействует на все мышцы и функции организма, а также есть такой вид понятия, как паралимпийский спорт. И все может быть, вдруг получится у них выступить когда-то за сборную России. Перед тренером будущего чемпиона стоит непростая задача – научить, передать свой опыт, вовремя подбодрить, а где надо – указать на ошибки. Дмитрий Ульяхин вместе со своими коллегами готовит к соревнованиям команду молодежного центра. С этими детьми очень приятно работать, и каждая их победа, видно яркая звездочка в их глазах. И на душе просто становится приятно, когда эти дети спотят на тебя и понимают, что они победили, или чуть-чуть разочаровываются, если чуть-чуть проиграли. По итогам соревнований лучшие из лучших заняли достойные места на пьедестале почета. Победителей и призеров определили в каждой возрастной группе. Дарья Цыпорыгина, Владимир Есеников, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24. Конкурс для воспитанников детских садов «Веселые нотки» собрал самых ярких и творческих ребят со всего города. Большинство из них делают свои первые шаги на сцене. За победу боролись порядка 200 участников. Творческие номера были представлены в четырех номинациях – вокал, театр танца, оригинальный жанр, инструментальная музыка. Темой очередного фестиваля детского музыкального творчества стало Ее Величество сказка. Малышам представилась возможность переуплотиться в любимых сказочных героев. На сцене пели и танцевали озорные мышата, гномики и забавные цыплята. Ребята из 30-го детского сада представили зрителям мини-сценку из известной сказки Шарля Перо «Золушка», которая легла в основу многих художественных и музыкальных произведений. Мне кажется, стать принцессой мечтает каждая девочка. Все дети хотят попасть в сказку. Сыграть на сцене любимую принцессу стало для Ксюши Кожаевой воплощением мечты. Девочка прониклась трудной судьбой работящей терпеливой героини, которая была вознаграждена за свою доброту. «Золушка» – это маленькая девочка, которая трудится за старших сестер и очень трудолюбивая. Очередной голоконцерт стал настоящим праздником и для юных артистов, и для гостей фестиваля. Поддержать начинающих певцов, танцоров и актеров пришли родители, бабушки и дедушки. Елена Грецкова, Владимир Есеников, Владимир Лисик, Служба новостей, Саров-24. Восточная мудрость гласит – мед – лекарство от ста болезней. И это неудивительно. Натуральное лакомство хранит в себе природные секреты здоровья и долголетия. Найти сорт меда по душе можно в Центре культуры и досуговнеев. Там начала свою работу выставка «Медовая феерия». С 27 по 30 апреля в Центре культуры и досуговнеев проходит ярмарка меда. Пчеловоды Михайловы уже не первый раз в нашем городе. И саровчане успели по достоинству оценить мед с их пасек. На ярмарке традиционно представлен огромный выбор этого натурального лакомства. Удивительный хвойный мед, богатый йодом, полезен для щитовидной железы. Каштановый мед улучшает кровообращение. А еще мед с пыльцой. Всего три чайные ложечки его в день и никакие простуды и вирусы вам больше не страшны. Пыльца очень полезна для деток, для взрослых. Это тоже как профилактика идет от простудных заболеваний. Потому что в пыльце очень много содержится полезных витаминов. Конечно, на медовой ярмарке вы найдете все традиционные сорта меда. Липовый, гречишный мед, диких пчел, майский мед. Есть мед с мумиё, с пиргой, с ягодами. И один из самых полезных видов лакомства – мед с прополисом. Прополисный мед с живицей тоже очень полезный. Прополис – это вообще природный антибиотик. Он от всех заболеваний. И бронхиты, и ларингиты, и ангины. Его очень и тоже хорошо кушают для профилактики. Впрочем, какой бы мед вы не выбрали, любой из сортов поможет вам сохранить здоровье. Всего одна чайная ложка в день укрепит ваши суставы и кости. Сделает сильнее ваше сердце, приведет в порядок нервную и эндокринную систему и нормализует работу желудочно-кишечного тракта. А что уж говорить о простудных заболеваниях. Тут мед просто незаменим. Он поможет справиться и с температурой, и с насморком, и с кашлем. По душе детям и взрослым придется мед с ягодами. А для ценителей лакомства – мед в сотах. И традиционно на ярмарке «Медовая феерия» вы сможете приобрести продукты пчеловодства – прополис, пыльцу, пергу, мазь для суставов и маточное молочко. Спешите! Ярмарка работает в Сарове всего несколько дней – с 27 по 30 апреля. Вас ждут в Центре культуры и досуга в НИЭФ с 10 утра до 6 вечера. И это все, о чем мы успели рассказать вам сегодня. Следите за новостями города на нашем канале в Ютьюбе и в группах в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Также вся актуальная информация на сайте sorov24.ru. В студии работала Лидия Шулаева. Всего вам доброго и хороших вам новостей!